всем привет начинаем вторую часть здесь я вам наверно покажу туши и карандаши для глаз так давайте начнем с подводки она у меня одна для бровей так сейчас я найду кисточку которой спряталась это у меня новинка от evan mark оттенок светло-коричневый вы наверно кто смотрит мой канал наверно уже видели я показывала и в покупках классная классная штука вообще очень мне нравится особенно вот этой вот кистью прокрашивать брови с одного раза получается раз-два и все и готово она такая как восковая я думаю ее хватит на дольше чем карандаш карандашей для бровей у меня сейчас нету использование я чисто вот этой вот подводкой так ну давайте тушим тушь от evan mark это у нас объем стайлинг таким синеньким колпачком не понравилась мне эта тушь она у меня оттенки черно-коричневым кисточка такая как конусообразная что ли здесь вот щетинки они как-то редко в общем расположены ну даже дело не в кисточке а в самой туши она очень жидкая мне приходится ее практически всегда держать вот таком полу открытом состоянии потому что невозможно и накраситься хоть производители заявляет нам что можно там хоть 25 слоев этой туши наносить но мне так не нравится на ресницы она склеивает и уже второй но если еще второй слой реально нанести то потом как они например пишут в каталоге там что можно там еще в течение дня добавить или вечером мне кажется это уже вообще бурда просто получится на ресницах что попало не знаю я полежит наверно потом помойку у меня полетит я так думаю чего не скажешь а вот этой вот туши это у нас уже с розовым колпачком идет разделение и объем по моему здесь уже кисточка вообще просто суперская такая-то на пушистенькая мне нравятся такие кисточки и мне в принципе нету особого такого предпочтения я могу и фибровыми щеточками кисточками пользоваться и силиконовыми мне самое главное какой будет эффект поэтому вот эта тушь уже густая я вообще не ожидала она у меня полгода почти в запасах пролежала если бы я знала когда классная я бы ее уже давным-давно открыла я очень люблю вот эти вот туши объем потому что они стойкие они не размазываются на улице где-то бывает от ветра глаза слезятся или под снегопад попадешь или в дождь в общем ничего не размазывается можно спокойно идти не переживать что там на лице уже все потекло ну и смываются они конечно лучше их смывать эйвановскими какими-то мицеллярками средствами для снятия макияжа потому что остальные не все справляются больше размазывают чем смывают так дальше это не тушь у меня это сыворотка для ресниц иришка мне присылала прикольная штука можно так сказать она такая вот белая я ее наношу первым слоем а потом как сказать не жду в общем пока она высохнет потому что если подсохнет уже не так получается в общем на сырую красишь и он добавляет объем утолщает она ресницы ну я надеюсь что ухаживает также классная вещь конечно из по обзорам смотрю что их много всяких разных но магазине как-то внимание не обращала а так вообще помните как-то вот я одно время помню реклама шла по-моему то ли лореалевская то ли какая вот были двойные такие туши с одной стороны белая с другой черная вот сначала белый типа красишь потом черный мне вообще так хотелось но как-то в то время не знаю то ли это дорого для меня было но в общем не было мне такой туши и вот сейчас можно сказать появилась так еще одна тушь это от oriflame честно признаться уже она мне полежала в пустых баночках в пакете но потом я не вытерпела в общем достала ее обратно не знаю жалко мне стало выбрасывать тоже видела давным-давно увидела в обзоре у лана светланы что она неубиваемая и также наверное уже но год точно она у меня уже есть как бы даже не полтора покупала и действительно она не засыхает ничего и не делается хотя я и пользуюсь тому что силы раз в месяц наверное сейчас уже как-то такими голубыми не знаю редко появляется желание очень большая щеточка очень жесткая когда я ей крашу ресницы я все время себе в глаз попадаю это очень больно глаз начинает слезиться макияж плывет в общем собственно из-за этого я ее хотела и выбросить ну не знаю ладно пусть полежит еще потом думаю вроде что-то весна уже к лету думаю может быть захочется еще и попользоваться в общем рука не поднялась так скажем пока так но еще одна тушь у меня в запасах то тоже мама недавно заказывала этот color trend она еще запечатанная мания объема по-моему называется да ни разу не пробовала в общем мама у меня раньше брала ей нравилось заказывали еще после нового года но так она ей не успела воспользоваться попользоваться так давайте карандаш и а вот здесь у меня еще черная есть подводка подводки и жидкие у меня только черные я как-то цветные не знаю не было у меня не покупала никогда не знаю как то не хочется мне это из линейки иван true с таким вот тоненьким носиком очень она мне нравится удобно и рисовать я держу всегда вниз колпачком чтобы не засыхала подольше так решила вытащить карандаш и наоборот туда складывать так вот такой вот карандаш тоже из линейки mark толстенькие у нас такие тоже уже показывала в пустых баночках отдавала его маме но потом сейчас вот говорю такую более-менее что поприличнее осталось от иван там по забирала в общем назад все остальное все по выбрасывала перебирала ее косметичку я не могла им пользоваться так как у меня жирная века и у него какой-то неоднородный цвет получается ну не знаю попользуюсь еще попробую а потом выброшу наверно может быть не знаю еще буду может делать зачистку сейчас пока чудо все жалко жалко выбросить потом посмотрю чем пользоваться не буду все по убрасываю красивый конечно оттенок это у нас ультрафиолет ну вот как-то из-за вот этой вот неоднородности нанесения может быть видно вам ну прям как комочками скатывается мне от не нравится из-за этого ну мама вроде нормально было я не знаю хотя он и просто на руке тоже так так же по моему это же серия карандашей только до перевыпуска уже перед тем как стала эта линейка mark мы покупали по распродаже с нею такие вот карандаши это тоже ее один серый я вот не помню я по моему себе тоже такой вот брала но у меня скорее всего он уже кончился такой вот оттенок девочки оттенки смотрите внимательно останавливайте если что но если где то я конечно не назову там уже спрашивайте а так получается то я в обзоре иван две помады показала всего и мне 45 вопросов каждому напишите оттенок тоже времени нет столько тратить одно и то же писать хотя и в инфобоксе писала и везде и вот люди невнимательные не слушают или не хотят слушать и смотреть так это вот такой вот цвет мокко flash он такой знаете серо коричневый какой-то я вот вообще потом так пожалела что себе не взяла этот карандаш очень очень он мне понравился но вот последний раз они мелькнули в распродаже мама успела купить а я нет теперь он мне в наследство достался очень такой темный даже как хамелеон я бы сказала ну попробовала недавно им накраситься конечно вообще яркий очень макияж ну с какой-то светлой нюдовой помадой классно в принципе так есть два карандаша от faberlic я не знаю есть они сейчас в каталоге или нет вообще мне не подходят карандаши от faberlic они все у меня плывут вообще никак не держится но именно два вот этих вот коричневых я не знаю то ли это лимитка какая-то была то ли нет как-то их не видела в каталоге осенняя по моему к это лимитка была так ну скажу артикул на всякий случай 55 91 очень красивый цвет вообще просто шикарный хорошего качества они не ломаются хорошо точатся не крошится ничего все тоже вот осенью люблю у меня как раз куртка такая вот рыжеватая кожаная и очень так красиво смотрится иногда и их комбинирую например сверху одним снизу другим подвожу тоже очень красиво вот именно вот эти два оттенка так этот у нас 55 88 не знаю может быть появится еще может быть и есть так дальше от иван остались карандаши вот такой гелевый карандаш супер шок уже малюсенький у меня остался оттенок фиг его знает какой номер а вот silver написано серебристый но очень яркий не знаю на моих глазах это не очень красиво смотрится как-то мне вот такие сильно блестящие оттенки делают глаза заплаканными поэтому до использую конечно всю зиму пользовалась но повторять не буду так и остались у меня диамант а нет вот один другой какой-то glimmer stick вот такой так оттенок smoky blue тоже недавно у меня был пустых баночках по моему наверно с мамой вдвоем брали тут у нее нашла тоже чуть-чуть осталось думаю да пользую он серо-синий такой цвет очень красивый супер просто очень нравится тоже наверно повторю потом как-нибудь маленечко под используем так дальше вот этот вот карандаш из лимитки тоже по моему где нет тоже glimmer stick получается из вот этой вот серии вот такой вот оттенок мы набрали я брала себе и красится и в запас и мама тоже брала и вот теперь тоже у меня их целая куча получилось очень красиво и вообще просто суперский серо-голубой оттенок мне идеально подходит такой под цвет глаз поэтому я даже не переживаю что у меня теперь целая куча у меня их тут еще два в запасе получается да так а вот эти вот диамант уже пошли такой вот оттенок серии диамант синий с блестками они уже идут такой как ночное небо очень тоже красивый обожаю вообще люблю карандаши вот эти вот они очень хорошо держатся не размазываются ничего с ними не делается так и я их периодически вот этот вот смог и диамант он у меня всегда есть по моему тоже еще в запасе один лежит целый ну а вот и синие и цветные как бы немножечко отдыхают них потом опять повторяют это тоже такой серый тоже с блестками тоже очень красивый суперские конечно карандаши я в принципе другие никакие не покупаю я всегда только от эйвон беру и последний этот сахарная слива тоже очень красивый цвет все просто обалденный вот такой вот так здесь у меня тоже хранятся пробники потому что пробники я использую часто в общем когда они у меня есть они у меня вперед все идут их используя потом уже такими духами обычными пользуюсь на работу удобно брать тоже нашла у мамы там целый пакетик залежей был вот давайте наверно на этом вторую часть я закончу в третьей части уже будем на насмотреть тени все до следующей части